Добро пожаловать на панельную дискуссию по теме DevOps и все, что с этим связано. Сегодня мы будем обсуждать разные вещи, связанные с DevOps, в основном с эксплуатацией, кубернетис, сервис-меш, мониторинг и тому подобное. Я думаю, мы начнем с того, что наши эксперты представятся. Начнем отсюда. Всем привет, меня зовут Михаил, я много где работаю, занимаюсь DevOps, занимаюсь консалтингом разных фирм, пишу на куче языков, люблю кубернетис и все, что с этим связано. Примерно так. Большой эксперт по боли. Всем привет, меня зовут Николай Леменков, я в IT уже более 15 лет, в интернете меня можно найти как XP Injection. Я поработал в совершенно разных ролях, более 2,5 лет я занимаюсь плотно консалтингом разных компаний, поэтому выстраивал DevOps-культуру во многих маленьких командах, больших командах, огромных компаниях, поэтому вот я здесь. Всем привет, меня зовут Дима Подковский, я бэкэнд-инженер в Grammarly, до этого работал в Амазоне, до этого работал в Сиклуме. Мой опыт это 9 лет в индустрии и я буду презентовать, наверное, девелоперский больше взгляд на DevOps-вопросы. А вот еще один наш эксперт. Гришко Антон, работаю девопс-архитектором в компании SoftServe, мы являемся партнером Google и я вот так вот напрямую с Google работаю, делаю для них миграции. Имею возможность уникальную узнавать про новые продукты Google еще до того, как они релизятся. Отлично, меня зовут Александр Милушев, я девопс-инженер, если можно так сказать, сам себя считаю сисадмином все еще. Да, работаю я в компании Anchor Free, мы занимаемся VPN-сервисами и сисадмин я уже больше 10 лет. Вот, у нас есть список вопросов со слайда, вы в принципе можете заходить туда, оставлять свои вопросы, QR-код есть, можете просканить, оставлять свои вопросы. У нас есть RAID и самое большое количество голосов у нас, как всегда, за Kubernetes, очень популярная сегодня технология, все хотят Kubernetes, кто уже там, кто еще не там, но очень хочет, поэтому начнем мы с него. Первый вопрос, когда надо, когда нужен Kubernetes? Вот мы работаем, все отлично, и вот когда стоит переходить? Ну, во-первых, нужно уточнить, что Kubernetes все равно микросервисы, нет микросервисов и у нас монолит, мы в Kubernetes не залезем, нужно с этого сначала начинать. Но когда нужно, когда становится сложно, когда сложно уже управлять своей инфраструктурой, когда сложно заниматься H&M, когда у вас оперейшн сервисы и вообще команда девопсов становится ботлнеком, когда вот именно из-за них development процесс очень долгий, из-за них падает прот и так далее, и так далее, и так далее. Вот тогда уже нужен Kubernetes. Он это все упрощает. Я бы так сказал, это вообще для меня очень болезненная тема, я скоро буду на эту тему делать целый большой доклад, потому что большинству не нужен Kubernetes. Вот прямо от всей души не нужен. Девелоперы, ну сейчас Kubernetes пихают вообще везде, где только можно пихать, это прикольно, потому что люди, кто его пихает, они получают a lot of fun, потому что в Kubernetes достаточно такая свежая среда, как фронтенд, даже сейчас больше, чем фронтенд. Ты каждую неделю есть что пообсуждать, что-то новое выпустили, совершенно новое или новую версию чего-то, да, то есть прямо такое очень живое комьюнити. Ты еще вчера использовал X, сегодня говорят X уже не модно, переходи на Y, то есть всегда такой движ происходит. Поэтому тем, кто пхает Kubernetes и тем, кто его поддерживает, разворачивает и так далее, у них жизнь очень веселая и такая очень активная. Но мы очень сильно забываем про бизнес и про девелоперов, так как вот эту изначальную битву за девопс, назовем ее так, мы проиграли тотально в индустрии и мы просто переименовали инфраструктурных инженеров в девопс инженеров и получили кучу YAML девелоперов в результате, а культуры как не было, так и нету, то есть вот этой, которая объединила дев и опс, да, и в итоге просто получилась куча девопс инженеров, которые назвали себя так или их кто-то так назвал, которые пхают Kubernetes, вот к чему мы приехали. И вот в таком виде оно никому нафиг не надо. Как альтернатива для быстрого старта, когда еще чуть-чуть больно, но уже хочется какого-то масштаба и так далее, можно спокойненько идти в PaaS и в PaaS все как бы более-менее хорошо. Я знаю кучу людей, которые до сих пор висят на контейнерзейшн сервисах от Амазона, от Гугла и не идут опять же в Кубернетес. И это тоже абсолютно нормально. Вот Grammarly сейчас вот расскажет, что они это делают и смотрите, большая организация и нормальная, у них нет Кубернетеса. Если вы решили уже серьезно идти в Кубернетес, то я бы сказал одно из основных больших преимуществ, именно больших, серьезных, которые вы получаете, это возможность разворачивать очень агрессивно и быстро различные environment'ы внутри Кубера через namespacing и таким образом делать все в Кубернетесе. То есть начиная от вашего CI-CD, который может уехать полностью в Кубернетес, и заканчивая тем, что вы на лету под фичу разворачиваете env и в него деплоите. Вот сегодня нам показывали на мейнстейже, кто был, как может разработчик, сидя у себя на локальной машине, сделав маленькое изменение, тут же сделать continuous delivery прямо в Кубер, в общее окружение и тут же прокликать свою фичу. Вот такого вам не даст другой провайдер, да, и вот ради такого стоит что-то делать. Но это нужно, ну, а-ля из моего личного опыта, ну, процентом 10, ну, максимум 20 людей. А сейчас массово едут в Кубернетес, опять же, из моего опыта, из моего понимания, ну, процентов 80. Отлично. Дима, как вы живете без Кубернетеса? Ну, мы пока живем нормально. Я должен сказать, что мой экспириенс с Кубернетесом очень ограниченный, поэтому это не суперэкспертное мнение. Насколько я понимаю, Кубернетес нужен, когда вы хотите разворачивать, например, копии прода под каждый маленький чих-девелопера, и вам нужно как-то быстро поднять множество микросервисов в отдельных каких-то контейнерах. Мы в Grammarly тоже пользуемся микросервисной архитектурой, но мы живем в обычном амазоновском ECS, и мы тестируем свои микросервисы отдельно, и не поднимаем копии продакшена под какие-то свои деплои, полные копии всего продакшен, инвайрмента, всех сервисов. И, в принципе, мы нормально пока что живем и не чувствуем боли, поэтому не спешим в Кубернетес, но я понимаю, что технология очень перспективная. Из моего опыта Кубернетес это очень удобно. В первую очередь это безумно удобный инструмент для оперейшена, быстро читать логи, настроить быстрые метрики, быстро развернуть базовый мониторинг, быстро задеплоить приложение. Но самая большая боль в нем – это подготовить приложение. Можно в нем без проблем запускать монолиты, но монолиты все нужно подготавливать. Все микросервисы нужно готовить. Девелоперов нужно обучать, как этим пользоваться. Это занимает уйму времени, кучу сил, но потом, в среднем, это обучение девелоперов занимает около полугода. Вот только из моего опыта. Но зато потом у вас сам процесс доставки кода, он очень быстрый. Очень быстрый процесс фиксинга кодов и всего прочего. Но также кубернетис заставляет ваших так называемых девопс-инженеров иногда страдать, потому что он иногда падает. Причем в самых неожиданных местах. И тут еще я добавлю на эту тему про падает в неожиданных местах и страдания. Когда говорят кубернетис, у меня есть такое ощущение, что люди просто называют какое-то нечто общее. Вот там есть какой-то абстрактный кубернетис. Дело в том, что кубернетис есть во многих ипостасиях и во многих обертках. И вот практика показывает, что если вы берете просто голый кубернетис и пытаетесь его развернуть на bare металле, то вы обречены просто на вечное страдание. Если же вы взяли какую-то хорошую обертку платно-бесплатно, тут уже все зависит от того, вы представитель кого, большого энтерпрайза или маленькой организации. Но если вы взяли какую-нибудь обертку наподобие open shift-а или еще чего-то, что оборачивает в дополнительные удобные фичи, которые уже разработаны, которые не надо руками сетапить и потом миллион усилий тратить на поддержку, ну вот там вы как-то лучше будете себя ощущать. Поэтому кубернетис он очень разный. Да, еще такой маленький нюанс по поводу использования кубернетиса. Его не всегда можно использовать. Допустим, если вы какой-нибудь compliance, там HIPAA, PCI DSS, то у вас очень веселуха большая начинается, потому что в слове кубернетис нет security. И когда вы пытаетесь это настроить, это очень больно. Все тулы, которые есть для кубера, они в принципе не работают. Единственное, где это нормально сделано и рабочее, это в open shift-е, но он очень дорогой. То есть он не зря дорогой как бы. Поэтому кто проходит там, не знаю, PCI DSS и разные другие аудиты, HIPAA там и прочее, то вот у вас будут серьезные головные боли по этому поводу. То есть как бы можно из говна и палок собрать на коленке это? И даже есть некие туториалы и экспириенс-репорты, как люди это делают, как обеспечивать там сетевой доступ, грамотные разделения сетей и прочее. Но это прям, ну, очень непростая задача. Ну, я бы добавил бы, что вот только две недели тому назад вернулся с долины. Сейчас тема security в кубернетисе очень острая, особенно учитывая, что в Америке приняли ряд регуляторных законов, которые теперь запрещают большим интерпрайз-компаниям, хостятся на одном клауде. Им нужно сразу на нескольких. И вот тут в роль выступает кубернетис, потому что он как бы один везде. И у них вопрос security очень-очень остро стоит. Появляется все больше и больше для кубернетиса приложений, которые решают вопрос о security в какой-то ипостаси. Они там слогов, паролей, логин удаляют, какие-то там информацию про клиентов удаляют и так дальше. То есть это все движется. Самая главная суть кубернетиса, поймите, у вас инфраструктура, через API. И это удобно. Это, черт побери, очень сильно удобно. Вы можете решить вопрос настройки сети, настройки своего приложения, настройка серверов через единый API. И вам не нужно отдельно иметь человека, который умеет заниматься сеткой, отдельно кто железом, отдельно кто еще чем-то. У вас как бы все в одном месте. Но, конечно же, приложение должно быть китово. Там сложностей. С этим больше всего сложностей. И обучение программистов – это то, что занимает очень много времени. Ну вот вопрос по использованию. Как продать кубернетис разработчикам? Вот опсы знают, у них есть инфраструктура, они себе абстрагировали, сделали API, все отлично, классно, мы тут живем. Ну, падает иногда, правда, ну, бывает. Как продать разработчикам? Мы всегда продаем через боли. То есть у разработчиков есть определенные боли. Вот что разработчик хочет? Я так как это часто делаю, да, разработчик хочет, чтобы с минимальными усилиями у него поднялся инф. Ну, вот это прям очень такая. Вот он фича, бранчу, например, какую-то себе завел, да, он поработал, поработал, или не фича бранчу, локально работал. И он хочет быстро, чтобы появился инф с его кодом. Что еще разработчик хочет? Как примеры, да, я не буду все перечитать. Он хочет, например, на какой-то environment, который уже крутится, зайти и подэбажить прямо вживую на этом environment. И вот чтобы он мог там свой сервис запустить у себя локально на машине, подсоединиться к этому удаленному environment, подэбажить у себя, потом отпустить, да, и оно все назад восстановилось. Чего еще хочет разработчик? Он хочет, например, простого описания неких инфраструктурных механизмов, чтобы ему не надо было длинный цикл делать кому-то, чтобы ему не надо было делать запрос на что-то, там ему разрешили, не разрешили, чтобы был человек, который там с важным видом сидел и говорил, а вот это доступ мы вам там туда не дадим, да, он хочет иметь свою песочницу. И когда ты начинаешь вот через эти боли идти и показывать, как легко они могут решиться с помощью кубернетиса, то девелоперы говорят, о, так прикольно, как бы, да, это классная штука. Понятно, что нужен education, и без education никак. Но вот мотивировать на этот education можно через существующие боли. Если болей нет у девелоперов, стоит задуматься, а может быть им и не надо кубернетис. Если у них как бы все хорошо, то может быть и не надо им ничего другого внедрять. Ну, я бы здесь еще добавил, что все-таки культуру программистов нужно обучить, поменять под девопсов и вместе как-то соединить. Я приведу пример, что каждый программист хочет быстро протестировать свое приложение. Конечно. И желательно сразу на проде, чтобы оно было продлайка. Конечно же. Кубернет создает такую возможность. Вы можете создать продлайк-энг достаточно быстро, соединить это с ICD, все классно, все замечательно. Но вот культура не позволяет после себя почистить. Культура не позволяет убить эту фича-бранчу, когда она уже смерчилась. И она все остается. В итоге мы имеем там 50 фича-бранчей, которые не удалились, и 50 n-ов, соответственно, под каждую фичу-бранчу, которые продлайк. Соответственно, в таком режиме кубернетис не выдержит и все равно будет нас. Мы уходим от большого монолита к маленьким монолитикам. По факту. Дима, а как вы справляетесь без кубернетиса со всей этой болью? Или у вас ее нет? Ну, как я уже сказал, у нас сейчас этой боли нет. Я думаю, больше об этом могла бы рассказать наша DevOps-команда инфраструктурная о том, как именно справляются с болью. Я могу сказать, что с точки зрения разработчика, что мы делаем? Мы тестируем свой микросервис в изоляции. То есть мы не тестируем руками, например, сервисы после того, как мы их деплоим на продакшн или перед тем, как мы их деплоим на продакшн. Мы пишем тесты только на свой сервис. Мы знаем ожидания от других сервисов. Мы не перепроверяем их. Мы им доверяем. У нас есть несколько environment, которые созданы для того, чтобы тестировать интеграцию между сервисами, когда это необходимо. То есть есть QA environment, есть staging environment, есть production. И, в общем-то, пока что мы не чувствуем какой-то жесткой потребности поднимать полный environment для каждого девелопера для того, чтобы как-то ввести его код к продакшну. Пока что у нас такой необходимости не возникло. Окей. Ну и еще одно из, как это можно быстро продать для девелоперов, то, что кубернетис, это в первую очередь API, и он унифицирован. По нему миллион документаций, миллион примеров, его много кто знает, и девелоперам проще общаться между собой. Кто-то один смог, допустим, написать там config map, написать deployment, helm chart или там что-нибудь еще, и они без проблем могут сами между собой общаться и друг другу помочь, тем самым не трогая лишний раз инженеров других, и это просто ревьювить всем остальным. Это очень удобно. То есть технически у нас есть кубер, у нас девопсы, опсы, девопсы настроили у нас кубер, и на этом весь девопс закончился. Разработчики что-то себе крутят или нет кубернетиса? Вот я вот… Включается вопрос взаимодействия. По поводу вот этой темы, одно из больших преимуществ именно кубернетиса, с моей точки зрения, это расслоение ответственности. Потому что получается, что очень четко регламентирована ответственность между жестким нижним уровнем инфраструктуры, я имею в виду железом, не железом, клаудом, не клаудом, то поверх чего накатывается кубернетис. И этим занимаются отдельные люди. Это может такая быть ситуация, что в каких-то кейсах это люди, которые умеют и то, и то. Но имеют отдельную роль инфраструктурного человека, который занимается инфраструктурой нижнего уровня. Второе, второй левел, это инфраструктура, которая касается самого кубера. Операторы, которые задеплоены в кубер, настройки, мониторинги и так далее, все остальное. То есть тот инструментарь, ICD, если он поднят, его интеграция. То есть получается вот за это тоже отвечают специализированные инженеры. И это очень хорошо, потому что, я же говорю, объем знаний, которые необходимы для того, чтобы сейчас знать все самые современные подходы и практики, он просто гигантский. И если девелопер помимо того, что будет точно так же знать в своем девелопмент инструментаре, будет помимо точно так же изучать кубер, он просто физически не сможет этого сделать. И поэтому очень здорово, что появляется отдельная роль, которая менеджит вот это и мейнтейнит это. И последняя роль – это девелопера, который отвечает полностью за разворачивание и требования к мониторингу, к логированию своих приложений, своих микросервисов, сервисов, чего бы там ни было. Даже монолита, который можно скейлить точно так же. И вот это разделение ответственности, оно суперкрутое, потому что девелопер, если все сделано вот так вот по слоям, девелопера никто не принуждает идти и разбираться, а как же там сделать тонкую настройку, например, какого-то оператора. Или а как же нам сделать так, чтобы там, не знаю, кубернетес переехал с версии X на версию Y, потому что это трэш и ад. И вот специализация, мы уже давно пришли к специализации в девелопменте, что уже почти нету фулл стеков полноценных. И нет уже человека, который суперклассно знает, например, может программить на реакте и суперклассно там на джава стеке. Ну потому что физически это два здоровых стека, и надо кучу усилий приложить для того, чтобы в том и в том стать экспертом. И я вот тут последнее, что скажу на эту тему. Есть такой интересный закон, называется закон малинового варенья. Он заключается в том, что чем шире ты намазываешь малиновое варенье, тем тоньше слой. И очень интересный такой закон, много где действует. И вот он в том числе действует по поводу T-shape вот этого. Многие слышали, да, T-shape культура, где ты должен там знать много всего вокруг. И вот чем ты шире знаешь, тем меньше ты знаешь в каждой из этих областей. И получается, что если мы будем говорить о том, что девелопер должен знать и как раскатить инфраструктуру нижнего уровня, и как раскатить и обновить кубернетес, и настроить, и плюс программирует, то, наверное, он все это будет делать хреново. И в итоге как бы бонуса никому не будет. Поэтому узкая специализация – это хорошо, кубернетес ее просто хорошо и красиво раскладывает на слои с четкими зонами ответственности. Отлично. Разделились мы с однослоей и получили опять ту же самую историю, когда каждый сидит в своей песочнице. И круто, потому что… А не является ли это антипаттерном девопсу? Мы же говорим про коммуникации, работать совместно. И тут хлоп, мы разделились по… Так вот самая фишечка, как кубер это разделил, мне не нужно совместно работать как девелоперу с тем человеком, который крутит железные тазики или какие-то инстансы в облаке, потому что я от них защищен следующим слоем. Мы никогда не пересечемся. То есть мне нужен некий сло от следующего уровня, но не через один. А на границах мы и строим вот тот самый девопс. То есть девелопер теперь не говорит, эй, сделайте мне что-то, и я вообще к этому не хочу иметь отношения. Нет, девелопер сам отвечает за свой микросервис, который крутится. И ему помогают дать в руки просто грамотный инструментарий. И вот тут и есть этот девопс, вот на этом вот отрезочке. Отлично. Но кубер здесь не обязателен? Абсолютно. Просто в кубере это так хорошо, красиво разлеглось на слоя, при которых все работает. В других инфраструктурах оно так красиво не раскладывается просто на слоя, к сожалению. Вот в тех же самых AWS сервисах непонятно где грань. Где грань, что ты вот инстанс поднимаешь и вроде как должен знать, как это сделать и автоматизировать. А где грань, что ты используешь например какой-нибудь simple messaging сервис, который просто сервис. Вот где эта грань, непонятно. И в итоге получается перекос, что либо девелоперы все должны знать и понимать и строить архитектуру с учетом всех сервисов, либо же наоборот инфраструктурные инженеры все перетаскивают на себя. И девелопер тогда говорит, ну и слава богу, как бы не будем этого трогать. Нету грани четкой. Дима, у вас кубернетиса нету. Как вы девелопс делаете? Да, у нас в принципе все сейчас в AWS. И да, у нас как раз то, о чем сейчас Коля сказал, приблизительно такая ситуация, что инфраструктурная команда занимается сетапом EC2 инстансов и кластеров, а девелоперы занимаются использованием, сетапом каких-то уже сервисов, типа там SNS или DynamoDB или ECS и в общем-то они прикасаются особо к EC2 и к сетапу инстансов. Когда нам нужны инстансы, когда нам нужно сетапить новый кластер, мы идем в инфраструктурную команду. Поэтому да, у нас тут есть разделение, но сейчас, не знаю, это не создает никакой боли, потому что хоть у нас и микросервисы, мы не сетапим новый сервис вот прям каждый день или по два раза в день. как бы их ограниченное количество какое-то и когда нужно на сетапить, ну это там, ты идешь в инфраструктурную команду, но это может потратиться там полдня и все. Дальше ты работаешь со своим сервисом и в принципе особо не напрягаешься. А сколько у вас сервисов, для примера? Хороший вопрос. Я думаю, в сумме до 30, наверное, или так. Но проектов намного больше, но это уже на уровне репозиториев, но ранящихся веб-сервисов, наверное, где-то 30, может 40. Как вы скейлинг решаете? Да, в данный момент у нас нет прям единой какой-то, единого скейлинг подхода. Есть сервисы, которые задеплоены на кластерах фиксированного размера, есть сервисы, которые задеплоены с автоскейлинг полиси в AWS. Вот в принципе и все. То есть у них есть какое-то минимальное количество инстансов, максимальное количество инстансов и автоскейлинг по метрике. Миша, а ты что думаешь по поводу разделения слоев ответственности и как это относится с DevOps? На самом деле я не сильно люблю разделять ответственность. Виноваты всегда все. Но с приходом Кубера и с разделением ответственности девелоперы начинают понимать, как их сервис, который они пишут, работает. И то, что они наговнякали, они в ответе за то, что они наговнякали. И получается, как бы, те же самые инженеры, которые отвечают за продакшн, за все прочее, они могут иногда спать ночью. И алерты, допустим, по определенному сервису можно повесить на девелопера, чтобы он мог тоже прочувствовать всю боль, как его сервис плохо работает. И от этого качество продукта улучшается, даже иногда в разы. Дима, что сказать? Я просто не вижу, в чем здесь противоречия, например, между Kubernetes и тем же ECS, потому что у нас, например, алерты настроены на нас, на девелоперов. То есть мы не звоним в инфраструктурную команду, ну, AWS-инстансы сами по себе не падают. Если что-то с ними не так, то обычно что-то с кодом не так, и алерт идет на девелопера, который этот код написал. Сейчас, Антон? Я хотел добавить, что у вас есть vendor lock, вы завязаны на это облако. Вам, если захочется куда-то мигрануться сложно. Kubernetes это отрезает. Он отрезает, хочешь, он прям, хочешь там, хочешь там, и он решает очень много вопросов вместо вас. Автоскеллинг, он уже решает за вас. AB, AB тестирование, он решает вместо вас. Canary, он решает вместо вас. Сетку он отрезает. То есть очень много таких нюансов каких-то он решает. Оптимизацию использования ресурсов на машинках он решает. Сам move it, контейнеры туда-сюда. Сам excalit, restart it, fix it. Очень много вещей он решает. Он добавляет сложность. Он добавляет еще одну прослойку, и не одну, а множество прослойок, которые приходится учить. А по поводу работать вместе, Kubernetes таки дает вот эту вот возможность потому что это хоть и YAML, это и хоть YAML development, но этот YAML development у вас в repo. Это значит, что мы уже работаем вместе, это значит, что уже developer делает feature branch, и под эту feature branch DevOps должен этот YAML поменять. Соответственно, вместе смерчится, соответственно, вместе затестить. Вот она уже получается работа совместная. Но все равно есть разделение ответственности. Я приведу пример. Вчера мой хороший друг, Node.js developer, говорит, слушай, хочу выучить Kubernetes. Давай что-нибудь задеплоим, простенько в Kubernetes. Там Grafana и Promo Deus, например. Попробовали. У него ушло на это 3 часа. Я ему объяснял, что тебе там deployment YAML сделать, нужно сервис YAML сделать. Он говорит, капец, сложно, очень много всего. Я говорю, да, ты вот посмотри, сколько там API есть объектов. Он как посмотрел, говорит, не, вот этим пускай лучше девопса занимается, я буду программировать. Я вот вспомнил, мы сказали про поддержку и алертинг, который уходит на девелоперов. Наверное, если бы мне задали вопрос, какую самую жесткую, но действенную пилюлю я бы прописал для построения девопс-культуры в любой команде, одна вот очень хорошая, но жесткая штука, это увести весь L3 support на девелоперов. Сразу появляется автоматически хороший мониторинг. Сразу все начинают интересоваться, а как же там внизу инфраструктура устроена, какие у нас SLA. Сразу логирование централизованное вдруг возникает, никогда нету перекладывания ответственности, все супер решается. Замечательно. Вспомнили про мониторинг, алерты. В принципе, это полностью поддерживает идею, что алерты должны и разработчики тоже на алертах работать. Чем мониторить? Что мониторить? Вот, наверное, как алертить правильно. Наверное, начнем с того, чем вопросов, ну, наверное, с чем. На самом деле, опять же, это вот такой маркет интересный, куча инструментов. И вот один сначала выходит в топ, все говорят, все бежим туда. Потом кто-то говорит, а вот новый появился, все бежим туда. Сейчас вроде как все бегут в Прометеос. Ну, вы меня поправьте, может быть, я ошибаюсь, но везде, где я прихожу, все бегут в Прометеос. Завтра все может поменяться, и все будут из Прометеоса лежать еще куда-то. Но зато под Прометеос уже там миллион разных еще альтернативных сторожей. Типа, давайте Прометеос вот с этим, давайте Прометеос вот с этим, и давайте Прометеос вот с этим. Из алертинга, то есть alert management, он есть у того же, тут по-разному, да, люди строят, поэтому не буду глубоко погружаться. но вот из того, что мониторить, лучше скажу. Мониторинг инфраструктуры, опять же, аккуратненько по слоям размазывается, и мониторинг инфраструктуры уходит тем людям, которые менеджат кубернетес для того, чтобы они сами могли делать L2, L3 support по инфраструктуре. И получается, они очень хорошо туда это все вписывают. А мониторинг самих микросервисов должен, по моему мнению и опыту, должен уходить на девелоперов. И девелоперы должны выставлять метрики, которые им интересны, для того, чтобы понимать, что их микросервис живой. Никто из инфраструктурных инженеров не должен догадываться, а какие выстроить метрики и что надо мониторить, для того, чтобы понимать, что все хорошо с этим микросервисом и что с ним все будет клево. Потому что люди зачастую ограничиваются тогда только инфраструктурными метриками, наподобие, а давайте мерить количество, не знаю, потребляемого рама, CPU, еще чего-то. А на самом деле гораздо более интересно это бизнес-метрики. И вот бизнес-метрики никак извне нельзя придумать, как мерить. То есть должен мерить тот человек, который этот микросервис дизайнил, разрабатывал и который потом его будет поддерживать. Полностью согласен. И как раз с приходом Кубера это стало сделать гораздо проще. То есть тот же самый Parameteos клиент легко встраивается в любой язык программирования. В Кубере он автоматически, этот сервис находится, автоматически дискаверится, с него собираются все метрики и девелопер, запушив новые изменения, может видеть в реалтайме, как поменялось поведение его сервиса, в случае чего откатить или пофиксить какую-то багу. Также в последнее время часто применяю такую штуку, бизнес-метрики важны именно для бизнеса, допустим, для аналитиков, еще для кого-нибудь. Они сами просят, общаются с девелоперами, просят добавить метрику такую-то, метрику такую и потом сами сидят, клацают в графане, что им необходимо видеть. И это очень удобно. Графана вообще потрясающий инструмент для всего этого. Если вы не используете, очень советую. Полностью поддерживаю. Только хотел добавить. сами подумайте, дэшборд в виде джейсона, на гид сохранил, поменял, дэшборд поменялся, прекрасно. Прометелос метрики, настройки тоже. В конфиге сохранил, на гид сохранил. Интеграция, девопс, программист, я говорю эндпоинт, программист просто на этот эндпоинт вывешивает прометелоскую либу. Что он туда положит, мне все равно, это все попадет в прометелосу графану. Те метрики он сам увидит. То есть, от меня, как девопса, задача только одна. Настроить, настроить это, поднять метрику, поднять, вернее, сбор, скрепинг поднять и все. Что он туда кинет, не важно. Поэтому это удобно. Но, тут сразу возникает вопрос, это все-таки ручная настройка, это все-таки нужно продумывать, настраивать. Не всем нужен такой мощный инструмент. Очень многие, действительно, какие-то базовые вещи меряют, зачем им прометелосу графана, непонятно. Можно использовать и менедж сервисы. Смотрите по ситуации. В зависимости от того, насколько вы хотите сделать крутым ваш мониторинг. Я тогда наброшу. Получается, что прометелосу и графана, это уже как бы такой стандарт де-факто, назовем так. А есть ли что-то более хипстерское, куда все так посматривают, помните, мем это тогда, где там парень оборачивается, идет с девушкой, проходит другая девушка, он так оборачивается и там разные подписи всегда. Вот что там сейчас, туда, куда он оборачивается? Дима, что у вас? Я могу сказать, что у нас, наверное, менее хипстерское решение. У нас микрометр и графана, а не прометелос. То есть мы не используем прометелос. Если честно, если честно, я хотел бы, чтобы мы использовали прометелос, поэтому, возможно, мы перейдем. Основная причина в том, что прометелос сейчас, по-моему, чуть ли не единственный инструмент, который работает с графаной и предоставляет сервер-сайд-агрегацию метрик, потому что мы используем клиент-сайд-агрегацию, то есть у нас хосты сами делают какие-то рейты там и потом в графане приходится все это разворачивать, чтобы получать, например, количество каких-то ивентов, произошедшее суммарно за какой-то бакет времени. То есть мы клиентскую агрегацию потом еще на сервере как-то допиливаем, чтобы получить реальную и мы не можем получить из-за того, что мы используем микрометр, реальные P95, например, персентили, они получаются не совсем честные у нас. Поэтому да, надеюсь, что мы перейдем сначала на прометеус, а потом уже на что-то более хипстерское. А вот что касается разделения инфраструктурных метрик и application level метрик, я понимаю, тут все заинтересованы кубернетес, но я опять же прорекламирую AWS и скажу, что когда вы используете hosted service, то по сути ваши инфраструктурные метрики, например, там CPU usage или memory usage, они показывают вам, что происходит именно в коде, то есть они уже отвечают не за хост, не столько за хост, сколько за то, что происходит в коде и по сути сливаются с вашими application level метриками и становятся ответственностью ваших девелоперов, потому что теперь девелоперы смотрят на то, что происходит с CPU usage и с памятью и из этого делают вывод о том, хороший ли код они написали из-за деплойля. Отлично. Настапили мы мониторинг, у нас все хорошо, мы собираем метрики либо с кубером, либо без него, все замечательно. На что алертить? В целом, как алертить, скорее всего? Потому что часто смотришь на алертинги, там вот где-то здесь на 5 минут поднялась CPU, получил разработчик почему-то, а вот там SLO по сервису отвалилась и получил OPS-инженер. Как это правильно сделать? Я скажу про один кусочек, думаю, коллеги дополняют про другие. Я знаю один самый большой блокер, почему в это тяжело встраиваются девелоперы. И вот сегодня тоже на докладе это упоминали, прикольно, что вот я ровно ту же ситуацию всегда вижу. Девелопер такой говорит, ну окей, ладно, я пойду настрою какой-то алерт, который я хотел бы, чтобы мне приходил. И он сталкивается с тем, что это непросто. Ну вот написать темплейт для артельсинга прям совсем непросто. И он такой и все, и на этом усилия заканчиваются. И он такой вроде как и за, но когда он это попробовал один раз сделать, все очень сложно. И поэтому очень классно работает темплейтинг. То есть когда для него подготовлены уже какие-то заготовленные темплейты, и все, что он делает, он берет готовый темплейт, меняет, не знаю, частоту, меняет таргет, куда это должно приходить, как должно приходить и так далее, и тогда ему это просто. И вот тут разные подходы есть, да, кто-то делает это как просто темплейты, сохраняет где-то на конфлиенс, на вики, на чем-то еще. Кто-то делает это автогенерящимися, где ты можешь из консольного тула сгенерить себе какой-то темплейт в таком, в интерактивном режиме, например, там, а как часто ты хочешь, куда хочешь и так далее. Разные подходы люди используют, но вот этот темплейтинг прям киллер-фича для того, чтобы девелоперов втянуть в то, чтобы они делали алерт. Ну еще можно добавить то, что в той же самой графане во всех новых версиях появился встроенный алертинг, который можно девелопер просто мышкой накликать. Вот хочу, чтобы если вот график сюда подскочил, вот чтобы мне пришла нотификация с каким-то уровнем, там несколько уровней нотификации, там warning или там совсем все плохо, он сам может это накликать и потом он сам к тебе подойдет и спросит, а я хочу чуть-чуть более расширенно. И ты как раз тогда, ты можешь ему предоставить темплейт, можешь показать, как их писать, как писать эти ямлы и просто помочь ему это доделать на его аппликейшн, как ему это надо, как он это видит. Это очень удобно. И вот многим девелоперам я сейчас показываю графану как инструмент и она всем нравится. То же самое к графане подключается Elasticsearch. В Elasticsearch складывается логи аппликейшна и они могут что в Kibane, что в графане мышкой накликать, когда им алертить по какому паттерну. Это делается очень просто и это всем очень удобно. И тот же самый бизнес или аналитики могут прийти и в графане накликать свои метрики, допустим. Сколько у нас там транзакций за день прошло, допустим, в нашем интернет-магазине или в чем там у вас есть. Если оно падает, они сразу получат нотификацию. Это бизнес-нотификация. Я как инженер, мне оно нафиг не надо, я в этом ничего не понимаю, допустим. Но это очень удобный инструмент и людям становится интересно и они сами начинают понимать, что им необходимо алертить. Что именно? Точно так же они могут включить какой-то алерт и либо выключить, когда он уже, допустим, не нужен. Или, допустим, дебажится новый микросервис, у него иногда там течет память. Большой CPU usage. Они сами настраивают алерт, когда это должно прийти и потом сами его отключают, потому что он их задалбывает. Ну, либо они пофиксят что-нибудь. Мы входим во времена, когда данных становится очень много. И чем больше данных, тем лучше. И в мониторинге не исключение. Вот мы начали говорить про Метео Скрипану как единственную тулзу, но мы забываем, что уже давно мы отходим от единой тулзы подхода. Подход единой тулзы во всем. В инфраструктуре, в программировании, во всем. Мы отходим от этого. Что-то одно решает все. У нас теперь есть много маленьких вещей. Мониторинг то же самое. Мы нужно собирать как можно больше данных. Нужно подключать DataDoc, Prometheus, внутренние либы. Чем больше мы соберем, тем лучше. И сейчас вот из того, что я замечаю там работы с разными стартапами и клиентами, я замечаю, что все начинают к этому всему подключать ML. Зачем? Ну все же очевидно. Если у вас в рабочий, вот пример приведу. Рабочий день, понедельник, настроен трешхолд 80% CPU. И все как бы нормально. И если 80% сработает, аларм. Обед. Обед с часу до двух. Идет проседание клиентов. Соответственно, метрика должна быть другая. Потому что в обед 80% это что-то совсем плохое. Там 20% это уже может считаться много. На выходных тоже может быть по-другому. То есть нужно смотреть. Даже вылавливали случаи, когда на выходных включается у клиента какая-то проверка security. Она очень сильно грузила все. Все. И сервисы начинали падать. На каких-то там 5 минут. Это было сложно выявить. То есть уже нету подхода единая метрика, единый трешхолд для всего. Она все динамическая. Поэтому она все должна меняться. Ну да, я могу согласиться с тем, что смотреть на какую-то одну метрику как показатель всей работы вашего сервиса это неправильно. Но тут что можно делать? Можно делать какие-нибудь бенды для метрик и смотреть, что метрика попадает в какие-то рамки. То есть метрика находится в пределах какого-то ограниченного отклонения от своих исторических значений в такой же день недели, в такое же время. Правда, мне кажется, что для CPU это, наверное, не очень хорошо подходит. Это, правда, очень хорошо подходит для бизнес-метрик часто. Вот я раньше работал в Амазоне, как я уже сказал, и там есть такие метрики. Буквально люди смотрят на то, сколько заказов делается и сколько денег прямо сейчас зарабатывает Амазон, и там есть такой жесткий бенд. И когда эта метрика выходит за бенд, создается тикет достаточно высокой severity, severity 1, и люди начинают расследовать, почему же она вышла. Вот бывает такое в какие-нибудь выходные дни, в какие-нибудь специальные дни, но вообще это просчитывается заранее, и люди заранее там ставят на праздники, какие-то специальные бенды. Окей. У нас уже потихонечку заканчивается время, поэтому теперь вопросы по теме пойдут. Чем занимается DevOps-инженер, ваше мнение, и почему нам софтвара инженеров недостаточно? Так, а может мы там агрегируем несколько? Вот там что для вас DevOps? Да, 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 именно. Подговорим про DevOps. Окей, отлично. Наконец. Да. Нельзя кричать кубернет больше. Уже нельзя. DevOps. Ну, тут, на мой взгляд, вообще все мега просто, и у каждого слова есть свое определение, его дали, и после этого глупо его перефразировать. DevOps – это культура, которая должна была объединить девелоперов и operations, причем девелоперов и operations взяли как наиболее яркий пример конфликтующих сторон. То есть, потому что одна там за то, чтобы все было стабильно, другая за то, чтобы все побыстрее менялось, и вот как явные конфликтующие стороны в процессе разработки и деливери вашего софта, это такая культура, которая их должна объединять для того, чтобы добиваться общей цели. Культура. Поэтому для меня DevOps-инженер – это некий несуществующий инженер. Ну, то есть, это тот, на кого наклеили какой-то лейбл, и вот и все. То есть, получается, что, может быть, есть какой-то DevOps-инженер, который строит вот эту культуру, то есть, он инженер культуры. То есть, он пытается одних притянуть, других притянуть и подружить их до такой степени плотно, да, чтобы они вот прям подружились. Но вот это прям я снимаю шляпу перед такими DevOps-инженерами, но зачастую из того, что я встречался, это просто… Я задаю людям вопрос, а чем вот в твоем понимании отличается DevOps-инженер от инфраструктурного инженера? Он говорит, другой тулсет совершенно. Отлично. Дима? Я полностью соглашусь с Коля, и здесь мне, в принципе, нечего добавить, поэтому… Окей. У кого-то есть диаметральное противоположное? Ну, или просто отличающиеся мнения? Нет. Тут… Миша? Я могу просто добавить то, что, вот как ты сказал, DevOps-инженер, я за свою практику постоянно вот как раз бегаю между командами, беру одних, беру вторых, знакомлю, заставляю их подружиться, чтобы они… Самая большая проблема во всем development, во всем этом процессе – люди между собой не общаются. Одни не знают, что делают другие. И вот как раз DevOps-инженер, можно так сказать, он должен бегать одних, знакомить с другими, заставлять людей между собой общаться, чтобы как-то наладить этот процесс разработки и delivery и всего, и показывать как раз им, почему так надо делать, почему можно использовать такие тулы, почему надо отказаться, допустим, от этого, чтобы всем стало жить легче, чтобы были пони, единороги и счастье. У меня родилось вот такое прям суперклассное определение тогда. То есть DevOps-инженер – это тот инженер, который свой и для девелоперов, и для опсов, и основной задачей видит объединение и построение DevOps-культуры. Вот прям можно в это, в вакансию писать. Но то стоит еще добавить, что программисты продом не занимаются. Ну да. Практически никогда. Я даже больше скажу, программисты живут в будущем для Operation Services команды. У них уже версия там на 2+, а ребята еще разгребают то, что было два релиза тому назад. Все совсем по-разному. Вот реально во многих командах девелоперы, он что-то сделал, он тут же это задеплоил на стейджинг, тут же на стейджинге оно прокатилось, оно тут же ушло на прот, и он смотрит на метрики, если что-то пошло не так, он тут же это откатывает или делает какое-то изменение. Получается, что он же вроде отвечает за прот. Ну. Да, я хочу сказать, вот у нас именно так, и мне кажется, что такое состояние вещей, это как раз результат применения DevOps-практик, когда инженер становится ближе к коду, который он задеплоил на прот. зацит, я думаю, можем закончить. Я думаю… В минус уже. Может кого-то возобновить вопросы? Добрый день, коллеги. Я в целом поспечу, у меня будет несколько вопросов, собственно. Сейчас по последней дискуссии, что такое DevOps. Еще из спича по кубернету прозвучало о том, что есть разделение. Так вот, мы забываем о главном, что такое DevOps. Я сейчас говорю не как о специалисте, а как о подходе методологии. В DevOps-манифесте говорится, что DevOps ответственен за конечный продукт. Он не поставляет конкретную платформу, конкретный сервис или какой-то инструмент. Он ответственен за продукт и за его стабильность. Отсюда у меня вопрос, собственно, из разряда, что такое DevOps. У нас сейчас, вот я побывал на разных проектах, и где-то DevOps выполнял функции продвинутого опса, где-то DevOps выполнял около-девопсные вещи, а где-то был сайт reliability engineer или условно продвинутый девелопер. Собственный вопрос. Как вы считаете, должен ли DevOps погружаться в бизнес-часть и в бизнес-логику самого проекта? Должен ли он понимать, что из себя представляет продукт и каждый конкретный отдельный объект этого продукта, каждый сервис? Мы по-прежнему продолжаем почему-то говорить «он». То есть это уже подразумевает, что это есть некий вот такой чудо DevOps-инженер. Вот раньше там все были эти опсы, девы, просто они так и остались. И появился чудо-супермен-девопс-инженер, который теперь умеет и то, и это, и пятое, и десятое. И вопрос заключается, а должен ли он еще в бизнес? И тут вспоминаем закон малинового варенья. То есть чем шире любой инженер, неважно, как вы его назовите, чем шире он будет иметь зоны ответственности, тем меньше он будет уметь в каждой из зон ответственности. Суперменов не существует. Закон малинового варенья нельзя опровергнуть. Это как бы аксиома. Все, вот ответ на этот вопрос. И если мы говорим про он, подразумевая конкретного человека, то такого конкретного человека не существует. Вот в труды вопс-культуре такого человека просто не существует. Антон? Для всех. То есть не для он. То есть нету он, который знает продукт, он, который заботится о бизнесе, он, который умеет кубернеты, а все остальные, ну неважно, может и не умеют, может и не знают продукт. Какая разница? Главное, что есть он. Вот этого он не должно существовать. Чем больше таких он, а обычно такой это один человек, два человека, потому что таких просто очень мало. Чем больше таких он, тем больше рисков для продукта на самом деле. Потому что если такой он болеет, уходит в отпуск, увольняется из компании, то все крашится. Спасибо. Небольшой спич можно? Ну, да. Я думаю, может мы продолжим уже узким кругом заинтересованных лиц. Значит, ребята все еще здесь, можно подойти, пообщаться про девопс, про тулинг, про сайткары, которые протекают. Про кубернетес. И про кубернетес тоже. Всем спасибо большое, что пришли. Всем спасибо.